Куба, привет! Ну чё, полуденные новости. У нас полдень, как раз 10 минут осталось. И музычка будет, ребята, опять, опять Сергей нам решил сыграть. Ладно, это в конце. Так, теперь чё? Товарищ мне тут один написал. Ну, я так, по-советски говорю, товарищ, товарищ ч. Вот, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Док, можете меня поздравить, я свалил-таки из Мордора в USA. Опа, ребята! Смотрите, это у меня уже не первый раз. У меня тут аура хорошая. На моём канале, на нашем канале, на нашем общем канале. И знаете, что он выиграл грин-карту седьмой раз? Седьмого раза. Вы можете представить, а? Молодец! Вот я тут пишу, да, на моём канале процент выигравших больше. Так что поздравляем товарища вот этого. У него такой-то законспирированный никнейм. Ну, тем не менее, он с нами в таком разговоре. Вот, от всей души. Здесь хорошо, ребят. Так, дальше, что такое? А, вот мне ссылочку прислал. У меня столько корреспондентов. Ой, уйо! В России взялись за контроль над кабельными телеканалами. Вот так вот, ребята, вот так. Минкомсвязи предложила обязать кабельных операторов устанавливать специальное оборудование, которое позволит Роскомпозору отслеживать весь контент каналов. Опа, вот так вот, ребята. Ага, тут вот где-то ещё подробности было. Да, по задумке Министерства, средства технического контроля, в кавычках, должны устанавливать в сетях кабельных операторов за дистанционного контроля и надзора за исполнением законов. Какую именно технику нужно будет устанавливать, не уточняется. Я помню, у нас в Дмитрове, я когда жил в Подмосковье, там только начали делать кабельные. Причём просто провода кидали там с крыши на крышу, да? Вот. И по ночам гоняли порнуху. Придурки. Вот так вот. Я почему знаю, меня туда приглашали работать, я к ним даже заходил. Вот. Ну, для меня по крышам лазить, ребята, это как-то не очень. Но зато я потом сумел к ним подключиться. Так хитро, очень хитро подключился. По-хатерски. В МИД России оценились слова Денсека, НАТО, о Дитлере, Сталине и ЭГЭ. ИГЭ. Запрещённое ИГЭ. Он поставил в один ряд. Вот так вот. Ну, в общем, надо сказать, что МИДу России это не понравилось. А мне тоже не понравилось, ребята. Не договорили, ещё Путина туда же надо. Вот прямо в эту шайку-лейку. Тем более, ЭГЭ – это его изобретение. Так, дальше что ещё? В Дзержинске произошёл взрыв на заводе «Кристалл». Вообще, как-то очень интересно. Полностью разрушен цех, 15 на 12 метров. Здание цеха по производству взрывчатки. Но пострадавших нет. Как это так может быть? Взрыв на заводе, по предварительным данным, произошёл из-за нарушения мер безопасности при производстве работ во время разгрузки материалов. Так, ну, кто-то это разгружал, их жертв нет. Наверное, они в пыль просто. В пыль разлетелись, и, значит, и нету. Был человек, и нет человека. «Лада Ларгус для экономных поступила в продажу». Я вот начал читать, думаю, что такое «Лада Ларгус»? Будет работать на бензине и на метане. О, как! На бензине и на метане. Я посмотрел, что за машинка, да? Ребят, да это Нива. Вот она никак не меняется. В каком году я работал в Первопесьяново? Это, ой, я закончил институт 79-м, уехал. Ну, 80-й, пускай год, у нас там председатель купил себе Ниву. Вот сколько лет прошло? 20, да здесь 20, 40 лет. Почти, да? 40. Не почти, а 40. 79-й и 19-й. И всё та же Нива, да? Всё тот же чай. Ха-ха-ха. Нормально. Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырово. Ну, а как они объяснили? Да ничего особенного. Господи, ничего особенного. Ничего удивительного в этом не вижу. Мы одобряем такой подход. И это сказал Джамбулат Умаров, министр правительства Чечни по национальной политике. Да ну, конечно. А что тут особенного? Не убили же никого. Дольф Лунгрен хочет встретиться с Путиным. Я не знаю, говорил об этом или нет. По-моему, я пропустил эту новость. Дело в том, что он играет в фильме «Приговорённый к подвигу» и исполнит роль начальника терченского дестапо Дюнтера Гельдмана. Ну, вот он хочет с Путиным поговорить. Как это, работать в дестапо? Путин в этом разбирается. Хорошо. В США пожилая женщина помогла сыну нетрадиционной ориентации стать отцом. Ну, там двое мужчин друг друга, значит, влюблённые, да, решили завести ребёнка. Начали искать суррогатную мать. Донором яйцеклетки согласилась стать сестра одного из них. А затем пара начала искать суррогатную мать. Однако пара, проживающая в консервативном штате Небраска, побоялась обращаться в агентство, так как не знала, как там отреагировать на супругов геев. Для справки, ребята, Иллинойс – очень консервативный штат. Наш вот штат Чикаго, да? Ну, Чикаго – это самый большой город. Здесь очень консервативный, все жуют консервы. Помочь вызвалась 61-летняя мать Элоджи, жительница города Омаха. По её словам, она даже не сомневалась и была счастлива принять участие в этом событии. Прошла подготовку, 61 год. Забеременела, родила. Нормально. Молодец. Вот мама. Всё для сына, да? Статья о суперспособностях российского спецназа вызвала скандал. Ой, скандал. Откуда взял эту информацию? Это знаете кто? Какой-то полковник, какой-то настоящий полковник, да. Фамилия-то, фамилия полковника-то, а? Не знаю, нет фамилии. Ну, ладно, неважно. Ну, в общем, где-то они надыбали, а оказалось, что это всё строго засекречено. Они на расстоянии могут взрывать спутники. Вот солдат лежит, так смотрит в небо. Бах, и спутника нет. Точно говорим. Зуб даю. Так, горящие Hyundai и Kia. Всё оказалось очень серьёзно. В США. Вот смотрите. Два новых расследования по факту возгорания южнокорейских автомобилей. Я всегда говорил, что они слишком высоко взлетели. Слишком, слишком. Число жалоб на горящий Hyundai и Kia достигло более трёх тысяч. Чё там такое? Не знаю. Кто-то говорит, только после аварии, а вот у одного просто на парковке загорелось. И, в общем, вот так вот. А тут парень пишет в комментариях, у меня Соболь сгорел. И всё сужусь. Я не знаю, что такое Соболь. Какая-то машина. И всё сужусь, то со страховой, то с дилером автогаз. И конца края не видно. А вы тут про корейцев. Ладно. Уралы без номеров. Кто приезжает разгонять протесты на Кавказ? Тут целый ролик. Опять без номеров. Опять зелёные человещи приехали. Ну, да как чё? Росгвардейцы какие-то. Да, и Уралы без номеров. А как же они едут по дороге без номеров? Это называется беспредел, ребят. И это называется беспредел. Понятно, да, в какой стране вы живёте? Драны. Так, пан или пропал? Матвей Гонопольский. Он рассуждает, чё тут будет? Зеленский или Порошенко? Порошенко или Зеленский? Ах, ах, ах. Короче, Порошенко принял вызов. Расчёт Зеленского был на то, что Порошенко струсит. Расчёт был на то, что Порошенко испугается, что на стадионе соберутся 70 тысяч сторонников-артистов, которые зашикают, засвистят, золюлюкают Порошенко. Порошенко вызов принял. Ну, тут вот, видимо, знаете, как будет? Здесь будет так, что половину этих фанатов, Зеленского, половина Порошенко встих. Ну, наверное, так. И, конечно, их хорошо бы на разных трибунах рассаживать. Возможно, подобное когда-то случится и в России. Ибо, как остроумно заметили в интернете, дебатировать с Путиным сейчас можно только ночью, выводя на стене дома краской из баллончика известную фразу. Ну, я знаю, какую фразу вы тоже эту фразу знаете. Слушайте, сколько комментариев у меня. Ну, сейчас я разберусь. Так, комбинат «Московский школьник» обязали выплатить штраф. Пригожинский этот, Пригожинский. Обязали их выплатить штраф полтора миллиона рублей. Вот так вот. «Конкорд» входит в структуру комбината. Знаете, какие там нарушения? О-о-о, там страшные нарушения. Находились в пищеблоке без спецодежды, перемешивая салат руками, ну, хоть не ногами. Разбавляли напитки водой из-под крана. В школах, в школах, ребята. Ели продукты, подназначенные для учащихся, и многое другое. Ну, это воровство вообще тоже называется, не нарушение. Здание планетария в Барнауле передали собственность РПЦ. Ну, вот опять маятник качается. Я помню, в Саратове был планетарий, его довольно быстро передали РПЦ, там сделали... Как же это церковь называют в Саратовке, подскажите? Ну, возле липок, да, знаете? Со святыми упокой, что ли? Как-то вот так вот. Вот, ну, потом опять церковь, то есть опять сделают планетарий, потом опять церковь, и вот так вот всё время вот это шатание дурацкое. Так, Захарова, невозможность проголосовать за президента на Донбассе будет иметь катастрофические последствия для Украины. Да тьфу на вас, вот и всё. Кремль, тьфу на вас ещё раз. Кремль в меняющемся ландшафте. Аркадий Дубнов. Долго сидел мужик, считал. Смотрите, старик Буттефлика ушёл в отставку после 20 лет трудов и попросил у алжирцев прощения. Я вам об этом рассказывал. Старик Назарбаев бодр, как никогда, но править ежедневно устал. Сам попросился в отставку. Казахи зла на него не держат. Старика Каримова вовсе с нами нет. Старик Сарксян командовал, но уж больно он армянам надоел. Дядько Лукашенко 25 лет мечется, нервничает удачно. Шакалит, правильно, он шакалит, он вор. И пока упирается. Порошенко ещё не старик, но уже приготовился на выход. Тоже верно. Дадон то ли президент, то ли президентский решенец. Да. Зато осад изо всех сил держится. Рахмон стареет, Мадура цепляется, Путин стратегически терпит. Ну вот когда терпишь, терпишь, а потом внезапно раз, и до туалета не добежал. Правильно. Как выглядят больницы богатого нефтяного региона? Алексей Навальный съездил, знаете, куда? Он съездил в Томскую область. Богатый нефтяной регион. Смотрите сами, как выглядит райбольница богатого нефтяного региона. Я включил на секунду. Боже мой, сарай, сарай, конюшня, конюшня. Больница. Райбольница, районка. Порошенко нужен не проход, а провокация. Это Косачёв опять проснулся, похмелился и решил тут вот на этого. Ух, как страшно. Никакой маленькой победоносной войны вдали от ваших границ не будет. Не нужно себя тешить наивными иллюзиями. Это в том плане, что если вы здесь, то мы, значит, пустим ракеты прям пешком через океан и прям во Флориду. Это так надо понимать. Так, Борис Куркин, журналист. Ещё один какой-то. Америка не захватывала Крым. Тогда почему, собственно, вот тут он рассказывает, что в Калифорнии пожары, и цены поднялись, и бла-бла-бла-бла-бла. Ужасно-ужасно. Бомжи. Вот. Один написал тут комментарий. Очень хороший. Очень хороший. Прочитав Куркина, остаётся только посочувствовать гражданам США и позавидовать россиянам. Только поразительно, почему и россияне, и граждане других стран, в ЕС и во всём мире так желают получить гражданство США, а в РФ едут только гастарбайтеры из Средней Азии. Вот правильно, да? Почему это? Почему это к нам все спешат сюда? Так, Дмитрий Гудков, за вас всё решили, вам всё запретили. Это знаете насчёт чего? Запретили хостелы. Хостелы. Ну, это вот в квартире делать маленькие это. А у нас полно здесь, кстати. В общем, там предлагают квартиру. Фу, кровать и завтрак. Вот так вот. Полно прям вот вывешено здесь вот очень много. Приезжайте на лето, пожалуйста, будете спать и будете кушать с утра. А потом для туристов. И вот он пишет, что интересно. Допустим, в Петербург, если вы ездите, да, останавливались вы в каком-нибудь Англитере. Огромное большинство как раз останавливается в хостелах, гостиницах, переоборудованных из квартир. Естественно, они никуда не исчезнут. Просто перестанут платить налоги государству, а станут платить взятки господам-полицейским. И власть в очередной раз продемонстрировала, что в России нельзя вести бизнес и нельзя рассчитывать на частную собственность. И это всё. И теперь у нас Сергей споёт. Но главное, название ролика вообще обалденное. Как спеть песню, не имея ни голоса, ни слуха. И есть и голос, есть слух. Это, по моему мнению, и на гармошке послушайте. Странную песню для гармошки, но вот так вот идёт. Слушаем. До свидания и до завтра, наверное. Если этих не будет, маленьких лебедей, да, Лебединое озеро, если не будет по телевизору. Вот. Тогда я завтра. Пока. Актриса в любви. Тушу любила цвета. ПОНЕЦ. ПОФИЛИТЕСЬ. ПОФИЛИТЬ. 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 ПОПИЛИТЕСЬ. Целая горя свято. Милый мир, милый мир, но крест. И закрой, и закрой, и закрой, и пешки. Кто любил, кто любил, кто любил, но и всерьез. Свой чудесный дед не владеет. Милый мир, милый мир, но крест. И закрой, и закрой, и закрой, и пешки. Кто любил, кто любил, кто любил, но и всерьез. Свой чудесный дед не владеет. Свой чудесный дед не владеет. Милый мир, милый мир, но и всерьез. Свой чудесный дед не lawn. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всего доброго, до свидания!